Белорусы вдруг забеспокоились в преддверии зимы, что может возникнуть нехватка дров. С чем это может быть связано и откуда вообще такие разговоры? Потребление дров в этом году населением в сравнении с прошлым годом оно выросло на 25-30% само потребление. Мы можем это связывать, общаясь с теми же людьми, что есть некое понимание того, что прошлая зима была более суровей, чем обычно. Мы актуализировали все договора с топливоснабжающими организациями, пошли на увеличение. Плюс мы оперативно организовали работу техники, потому что в основе своей стояла проблема не в дровах, а в их привозке дров. То есть организовали работу техники в выходные дни. И мы уже видим и по нашим социальным сетям, по нашим прямым линиям, мы же общаемся в том числе и в регионах, что вот абсолютно напряжение снято. А по стоимости? Если ты имеешь там бензопилу, имеешь силу, то стоимость дров там в районе 15-20 копеек за кубометр. Иди заготовь сам. И мы эту альтернативу людям даем. Второй путь гуртопы. Это будет стоить не дороже 30 рублей за один метр кубический. Это самый удобный вариант. Это я хочу дрова, привезите их мне. Почему ведь произошло вот такое легкое, на мой взгляд, недопонимание. И в отдельных случаях разбалансировка системы, ввиду разницы в стоимости, у особо предприимчивых людей появилось желание все-таки купить за социальную тему подешевле. И тут же из этих дров сделать продукты и реализовать все на экспорт. Планируем ли мы увеличивать экспорт древесины за рубеж? Да, действительно, рост цен, я бы сказал, наблюдался. Пик уже пройден. Уже идет своего рода откат по цене. Это по цене вне нас. Поэтому максимальный заработок у нас уже был. Если мы говорим о росте пиломатериалов, то внутри страны здесь очень все понятно и просто. Президент запретил, первая мера была, президент жестко достаточно, для нас это было чувствительно, запретил экспорт круглой древесины. Но подождите, вы поговариваете то, что вы все равно продаете составами целыми, вывозите эту круглую, необработанную древесину? Пока у меня голова моя, лично, на моих плечах. Несколько лет назад мне президент сказал, если хоть один куб древесины в круглом виде выйдет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины со страны не вывозится. Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска это полуфабрикат, и его тоже не нужно вывозить. Далее мы уже понимаем, что у нас достаточно большой объем щепы экспортируется ежегодно, и это миллионы кубов. И мы уже подошли к принятию решения, сейчас уже отрабатываем его со всеми заинтересованными, это введение, по сути, ну, если хотите, заградительных пошлин даже на вывоз щепы, чтобы они перерабатывались на наших производствах. Но экспортировать все-таки сколько рассчитываете в этом году сырья? Какие объемы? Мы сырье не экспортируем. Мы экспортируем сегодня палетную заготовку, мы экспортируем сегодня пиломатериал. И если мы говорим о девяти месяцах, то у нас экспорт доски к уровню прошлого года снизился на 5%. Но на фоне этого у нас поднимается все-таки потребление внутри страны. Мы больше уходим во внутренний рынок. Я говорю об организациях Министерства лесного хозяйства. Активно поднималась тема о том, чтобы производить вот эти топливные пилеты. Мы эти заводы построили достаточно оперативно. Если говорить про отрасль, их у нас уже работающих более десяти. Все больше и больше на пилеты обращают внимание и наше население. И это своего рода некая альтернатива газу, в том числе для отопления собственных домов, небольших производственных помещений. К слову, в отрасли уже в ближайшее время мы переведем все наши котлы, которые отапливают небольшие производственные помещения на пилеты. Сколько сейчас сырночная стоимость этих пилет, знаете? Действующие контракты от 75 евро. Площадь белорусских лесов уменьшается или увеличивается? Увеличивается. Увеличивается лесистость в Беларуси. Поэтому здесь достаточно тоже все благополучно. Не берем люди беспокоятся. Вот знаете, даже с кем мне доводилось общаться, говорят, вон, у меня соседнюю делянку вырубили, никогда не рубили, там же здоровый лес был. Значит, 100% его вырубили для какого-то своего корыстного интереса. Ну, с корыстным интересом у нас здесь тоже достаточно жестко все. Мы должны понимать одно с вами. Лес имеет возраст, после которого идут естественные процессы распада. Мы должны приходить и вовремя снимать урожай. Если лес к этому времени не вырубить, начнутся, как у нас, как мы это называем, естественный распад древостой. Мы просто его потеряем. Да, страна потеряет деньги. Наши люди потеряют работу, зарплату и так далее. Да, вырубка растет, но она растет на принципах неистощительности и научном обосновании этого всего. Отдельные, скажем, члены нашего общества, да, говорят об отдельно взятом участке леса. Волнуют, что-то незаконно вырубили, да. Приходи, мы там для вас устроили дни, тебе откроют талмуд, покажут, расскажут. У нас сегодня весь лесной фонд, он оцифрован. Отпуск древесины производится с фиксацией географических координат, с полной идентификацией, кто отпустил, с формированием электронного провозного документа, со всеми вытекающими. Конечно, это и плюс в части принятия управленческих решений. Мы сегодня онлайн видим все перемещение древесины. ЕГАИС, если серьезно говорить, но это, скажем, более такая, более большой продукт. Она запущена в эксплуатацию в конце августа. Ну, где-то порядка миллиона долларов мы будем экономить ежегодно, да. Это вот минимальная цифра только на упрощении и на автоматизации бизнес-процессов. А если говорить о серых зонах, принимая во внимание информацию комитета госконтроля, они ходят чуть под другую сторону, да. Мы видим белое, мы производственники, они видят другую сторону медали, то, слушайте, ну, там достаточно большие цифры перемещения древесины в нарушении законодательства. Поэтому эти цифры, они могут вырасти в разы. Продолжение следует...